Слушайте доктора Это время, которое у нас есть на нашу программу И еще раз Мы эту тему с вами обсуждали При предыдущей нашей встрече Ну то есть не обсуждали, а вскользь скоснулись Упомянули ее и тогда решили Что наверное это будет действительно интересно нашим слушателям Поскольку Эта проблема касается не только взрослых Но и детей и довольно распространена в наше время Мало то, что она распространена Простите Но благо есть сейчас возможности Все-таки справиться с этим недугом Совершенно согласна По нашим данным, данным нашей стоматологической ассоциации Примерно 12% населения На сегодня имеют данные заболевания И нужно отметить Что в возрасте где-то до 25 лет Цифра равняется 4% А вот самый пик патологической стираемости зубов У нас приходится на возраст 40-45 лет Если говорить о более старшем В возрастном периоде Безусловно этот процент будет выше Но 40-45 лет это совершенно молодые люди Успешные на пике своей формы практически Да? Ну, наверное, так устроена жизнь Что в норме И совершенно как бы бывает Так скажем Физиологическая стираемость зубов Это естественный процесс Который компенсирован Форму имеет и характер И если к 40 годам примерно Высота коронки зуба стирается в норме Где-то на 1,8-1,1 своей первоначальной высоты И здесь, безусловно, никакого вмешательства Дополнительных стоматологов не требуется Потому что существуют процессы изменения В височно-нижнем челюстном суставе Несколько меняется окклюзионное Так скажем Соотношение зубов Что такое окклюзионное соотношение? То есть когда зубы между собой Так, предположим, все равно В течение времени к этому возрасту Расходятся Они не расходятся Они все равно имеют тенденцию к стиранию Потом имеются, так скажем Пломбы, которые тоже ставятся стоматологами Может они немножечко Либо завышают прикус Наоборот, занижают прикус И вот когда нет контакта Между зубами-антагонистами В результате ряда причин Может вообще зуб отсутствует Вот это и приводит к нарушению Окклюзионного соотношения челюстей Это, кстати, одна из причин В том числе возникновения Патологической стираемости зубов Ну вы меня удивили Я тут почитала на разных всяких, конечно, ресурсах Которые прямо угрожали Что после 40 лет стираются зубы Там на одну треть практически Но одна восьмая, одна десятая Это несравнимо, конечно, с одной третью Одна треть это уже, наверное, и есть патологическая стираемость Это уже патологическая стираемость Ну и нужно заметить, что в первую очередь Конечно, и физиологично это стираются Бугры жевательной группы зубов Мы говорим о примолярах и малярах А вот когда уже в этот процесс У тебя были зубки такие неровненькие А становятся плоскими Они становятся прямыми Иногда в некоторых книжках, если вы смотрели ресурсы, читали Там говорят, что становятся как площадки у аэродромов Действительно, тогда, когда стираются бугорки Стираются даже до уровня фиссур Стираются фиссуры Что такое фиссура? Фиссура – это естественное углубление на зубах Вот как раз такие ямочки Когда мы с вами разбирали методы профилактики Мы говорили, что есть метод профилактики Как запечатываем фиссуры То есть на поверхности зуба Создаём так называемый физиологический барьер Чтобы там не скапливалась пища Потому что если ребёнок Мы тогда говорили в отношении детей Плохо вычищает фиссуры Вот именно там и начинает развиваться кариес Поэтому поверхность зуба Становится вот прямо такой гладкой Отполированной в некоторых случаях Иногда, в зависимости от тяжести Патологического процесса У нас возникает такой фистончатый рисунок На жевательной поверхности зубов Возникают такие узоры Мы называем их углубление или ямки Конечно, это уже проявление Так скажем, более тяжёлой формы Патологической стираемости зубов И, наверное, вот этот внешний вид Не очень приятный, красивый зуб И заставляет наших пациентов Обратиться в клинику Для того, чтобы устранить имеющийся недостаток Давайте рассмотрим причины, которые вызывают Патологическую стираемость зубов Их тут оказывается такое огромное количество Первый вы уже назвали Неравномерная нагрузка на зубы В связи с тем, что проходили какие-то операции Возможно, ампутации зубов Разная высота пломб и прочее Ну и здесь ещё добавлю Говоря уже о нарушениях, которые связаны с функциональной перегрузкой И это будет как бы элементом профилактики Когда у нас неправильный прикус Вот прикус, который мы стараемся как бы корректировать Именно в детском возрасте То есть иногда родители не понимают Вроде бы их всё устраивает Но специалист, особенно ортодонт Он чётко понимает, что сегодня неправильная окклюзия Неправильный прикус приводит к тому, что потом мы встретимся Не только с патологической стираемостью зубов Но и сопряжёнными с этим заболевания Это та же дисфункция Это гиперстезия или повышенный тонус жевательных мышц И, конечно же, это заболевание парадонта Это перегрузка, перенагрузка То есть я правильно понимаю, что А какой должен быть прикус в норме? Ну, в норме у нас так и называется Ортогнотический прикус Что это значит? Различный Нижняя челюсть насколько должна быть отодвинута? Она не должна, она должна быть в контакте В контакте с верхней челюстью Да, там есть должно быть бугорково-фиссурный контакт между зубами То есть, так скажем, коренные зубы должны смыкаться Между собой всё правильно Фронтальные верхние зубки слегка перекрывать нижние Перекрывать нижние То есть если такой прикус, когда передние фронтальные зубы в прямой линии стоят Это плохо Это прямой прикус, да Это прямой, и он приводит к быстрому стиранию фронтальных зубов? В том числе, да А если выдвинута нижняя челюсть вперёд? Ну, это признаки прогении и прогнотеи Это тоже уже патологические виды прикуса Они тоже нуждаются в коррекции И всё это нужно успеть сделать в детском возрасте? Желательно Желательно Не просмотреть, потому что потом мы получаем более тяжёлые и более серьёзные патологии Которые, к сожалению, требуют и от пациента, и от врача достаточно много времени Достаточно много усилий И не всегда это может закончиться как бы успехом Вот хорошая тема для следующей нашей встречи Так, бруксизм Вот это заболевание насколько часто встречается? Что оно из себя представляет? Бруксизм, ну, в простонародье мы обычно говорим скрижетание зубами То есть это такая гиперфункция, парафункция жевательных мышц Которая тоже приводит к тому, что во время сна человек производит скрижетание зубами И происходит скол вот этих эмалевых сначала призмочек, эмалевых элементов А потом до уровня дентина доходит Во время сна это значит, что он несознательно это делает? Это безусловно несознательно, это всё на уровне подкорки Но вот этот, особенно чаще всего страдают мужчины Страдают мужчины чаще всего в возрасте, так сказать, ну, чаще встречаются в 60% Потому что, видимо, эмоциональные, так скажем, стрессовые ситуации Особенно, когда человек находится в каком-то неустойчивом психологическом состоянии Явления бруксизма выражены активнее То есть мужчин бруксизм встречается чаще У нас есть телефонный звонок Я тут отмечу для себя, что мы остановились на бруксизме И на причинах, которые вызывают патологическую стираемость Выслушаем вопрос нашего слушателя Алло, добрый день Добрый день Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста Меня зовут Екатерина Да, Катя, какой у вас вопрос? Да, моему ребенку поставили диагноз патологическая стираемость зубов Вот, ему сейчас 5 лет И врач мне сказал, что это не так страшно, поскольку зубы еще молочные Вот, но я переживаю, будет ли этот диагноз, когда уже зубы заменяются Спасибо, Екатерина, за вопрос Действительно, вопрос такой своевременный, нужный Вас доктор успокоил в том плане, что действительно молочные зубки имеют у нас физиологическую такую составляющую Что они у нас в течение времени в период до 13-14 лет выпадут Но нужно забывать, что в это время, если мы не будем заниматься профилактикой, то есть не изготовим какие-то капы у ребенка То изменения будут у нас уже в височной нижнечелюстном суставе То есть здесь нисколько сейчас нас беспокоит с вами вот этот внешний вид зубов молочных Сколько мы должны задуматься о последствиях и просмотреть на функцию нашего сустава Я предлагаю вам снова обратиться к своему лечащему врачу И пусть внимательно посмотрят, делают телерентгенографию, чтобы не отпустить вот этот момент, как бы не упустить И изучить височный нижнечелюстной сустав во всех проекциях Все уже, да, у нас выведен слушатель из эфира Я тогда вопрос дополнительный сниму наушники и задам Ирине Николаевне Халявиной Главному врачу областной стоматологической поликлиники Ирине Николаевне, если вы сейчас говорите о детях, у которых молочные зубы, у которых стираемость патологическая Вы сказали, что уже в этот момент, уже в это время нужно капы устанавливать, да? Чтобы сустав сберечь Чтобы сустав сберечь, нужно посмотреть Может быть, это будут какие-то виды мягких прокладок между зубов, которые мы рекомендуем родителям производить, накладывать в ночной период времени То есть по типу тренеров, может быть, миобрейсов, что-нибудь такое мягкое, эластичное, чтобы ребенок тоже спокойно спал Но повторюсь еще, наверное, что действительно форма зубов в детском возрасте нас сейчас не столько беспокоит Хотя нужно задуматься, а какова же опять причина? То есть ведь можно получить такую же патологическую стираемость и уже в прорезавшихся постоянных зубах В случае бруксизма, кстати, он у детей встречается? Ну, очень редко Это очень редко То есть иногда бывает, что детки скрижат, ну, производят движения зубками, иногда причемокивают Может, то с какими-нибудь глистными инвазиями, как говорят наши педиатры, связано Ну, то есть можно просто все это исключить Я к тому, что нужно посмотреть причину детской патологической стираемости в том, может быть, это несовершенный остеогенез То есть это наследственно, это врожденное, не морфологически, не полноценное развитие твердых тканей зуба И вот уже в этом возрасте, может быть, пора и будет это систематически подключать к какой-то витаминно-минеральной комплексы Для того, чтобы все-таки эмаль и дентин сделать более твердыми Раз уж мы об этом заговорили, а как выявляется эта патология наследственная? В ряде каких анализов? Ну, это нужно сделать анализы на задержание кальция в крови То есть это как бы один тоже, одна из причин То есть причин, так скажем, можно разделить условно на три группы И вот первая, это как раз получается у нас морфологическая неполноценность и функциональная несостоятельность Которая может быть врожденной, это может быть врожденное поражение А может быть это и приобретенное То есть если мы говорим о приобретенном, несовершенной функции Это, конечно, в первую очередь нарушение фосфонокальцевого обмена, белкового обмена Которые также могут быть при диагнозе рахит, при колитах и при патологии щитовидной железы И как у детей, так и у взрослых Как у детей, так и у взрослых Поэтому это неизолированная патология Она, безусловно, имеет какой-то еще и общий фон Вот, то есть мы первое с вами сейчас разобрали Это как раз избыточная функция на зубки Вторая, это вот у нас идут какие-то морфологические нарушения И, наверное, третья, нужно сказать, причина Это когда извне какие-то действуют факторы на зубы Это могут быть и лучевые нагрузки Особенно тех пациентов, которые проходят лучевую терапию головы и шеи Здесь тоже после этих нарушается Это онкобольных Это онкобольных, то есть тут тоже нужно заниматься профилактикой И внимательно смотреть, что можно еще сказать Это могут быть пациенты, которые работают в какой-то вредной среде Где много содержания Ну, прежде чем раньше были лаборанты химических анализов Которые там работали с солями, с кислотами, с щелочами Это могут использовать применение пациентами в лекарственных препаратах Например, этой же соляной кислоты в каких-то дозировках Поэтому здесь тоже эту причину Профессиональные такие, да, и издержки из профессии Тоже нужно исключать Которые тоже сказываются на стирании зубов Да-да-да, совершенно верно А что тогда? Менять профессию приходится? Вообще-то, ну, вот эта-то причина часто сейчас встречается? Ну, если пациент применяет, предположим, применяет или как бы принимает Какие-то лекарственные препараты с повышенной кислотностью То, конечно же, врачу правильно посоветовать щелочные напитки Для того, чтобы каким-то... Чтобы нейтрализовать То есть, вот поэтому, когда мы составляем индивидуальную программу Лечебно-профилактическую программу Поэтому цель этой программы Первое, устранить причины Затем мы смотрим клинику И, конечно, ориентируемся на тяжесть заболевания И вот только в комплексе тогда Составляется вся индивидуальная программа для этой реабилитации Ну, вот я еще в ряде причин Просто они интересные такие Конечно Я бы хотела их упомянуть Например, оказывается, у спортсменов Тех, которые двигают большие грузы А это очень популярно Уже много времени Тоже встречается патологическая стираемость Потому что это связано с плотным смыканием челюсти Во время подъема тяжести Правда? Это так верно, конечно То есть, когда идет, опять же, связано с гиперфункцией жевательной мышцы То есть, человек... Как им помочь? Ведь сейчас так это модно Строить свое тело, поднимать тяжести Не только теперь у мальчиков Все должно быть разумно Все должно быть дозировано, я считаю, в этом случае А это капы какие-нибудь надевают? Эластичные капы, конечно, не есть Даже они есть такие, знаете, готовые уже капы Их подбирают сами спортсмены по размерам То есть, сегодня, так скажем, наш производитель Предлагает кучу, так, средств профилактики Достаточно много средств профилактики Для того, чтобы себя как-то оберечь от негативного воздействия Надо обратить внимание в спортзале Там, наверное, моды какая-нибудь уже даже есть На эти капы среди спортсменов Что касается вредных привычек Какие вредные привычки способствуют разрушению? Чаще всего, опять же, от этих детей Это могут быть закусывания карандашей и предметов Тогда мы это получим В школе очень часто Да, это как бы нервная опять Какая-то нервная составляющая Ребенок пытается как-то что-то Опять взять себя как бы так в кулачочек И поэтому то же самое Либо он зубки сжимает крепко Либо вот он карандаш держит во рту или ручку Это тоже вредная привычка, которая может привести к патологической стиральной Во взрослой практике Ну, обычно такой классический литературный пример Это ушей, когда они там ниточки отрывают зубами Тоже нарушают это, мастера там сапожники Что-то закусывают между зубов Ну, честно говоря, эти вот последние примеры Которые я привела, они фактически в последнем В современном обществе уже как бы ушли на нет И все-таки преобладают явления Это вот бруксизма, гиперстезия и жевательных мышц И несвоевременное протезирование Поскольку частично отсутствие зубов Приводит к тому, что возникает перенагрузка на зубы Отсюда возникает их патологическая стираемость Я еще заметила, что у дайверов, ну, у российских дайверов Не в лучшем состоянии бывают тоже зубы Кто много ныряет на большие глубины Там же трубки, они, наверное, связаны Трубки и все-таки другие какие-то вещи, да Чего не скажешь об иностранных товарищах, которые белозубые Улыбки почему-то устралийцев Здесь хорошо работает в складе Да, и, кстати говоря, по поводу рациона питания Здесь, наверное, тоже очень важно Или это все-таки какая-то такая второстепенная причина Это не основная причина Это может быть как сопровождающая, так скажем Состояние, ситуация Все-таки, если есть в организме Все-таки это идет изнутри Нарушение фосфорно-кальцевого обмена То есть это может быть и связано С недостаточным поступлением Перечисленных микроэлементов и извне То, может быть, здесь и питание тоже играет роль Но это не первостепенно Как, например, при патологии кариеса, которую мы берем Я напоминаю, что мы сегодня говорим о патологической стираемости зубов У детей и взрослых Рассматриваем причины, симптомы и лечения С главным врачом областной стоматологической поликлиники Кировой Ириной Халявиной Как человек может сам определить или почувствовать Что у него начался вот такой процесс Стираемости зубов? Ну, внимательно посмотреть на структуру зуба Посмотреть на форму зуба Когда чистим, проводим гигиенические процедуры Утром, вечером И если видим, что край приобретает Край поверхности зуба Особенно режущий край Приобретает какие-то острые очертания Это уже какие-то зазубринки Зазубринки могут быть Может быть уже появление вот этой такой ямочки На режущем крае или на жевательной поверхности Жевательной группы зубов Это говорит о том, что уже начинаются Первые признаки патологической стираемости Повторяю, если это всё равномерно И возраст, так скажем, совершенно не молодой А уже всё-таки 50 Ну, даже и старший приклон То это нормальный физиологический процесс То есть в любом случае у нас изменяется Соотношение положения, так скажем Челюсти, нижней челюсти По отношению к основанию черепа И к черепу в целом Потому что в позвоночнике всё равно Происходят с возрастом изменения У нас здесь всё взаимосвязано И это может иметь и имеет место быть всегда У кого-то больше, у кого-то меньше А если мы говорим о патологии Если это мы молодой человек Просто по возрасту И это уже появилось Это говорит о том, что нужно обратиться к стоматологу Ну, то есть внешний вид Сразу же говорит, а есть какие-то ещё там Чувствительность повышенная Больше того, острые края могут травмировать Слизистую, щёк, губ Дальше, что можно ещё посмотреть внимательно Какие признаки Женщины, которые к себе очень внимательно относятся Уже сразу замечают, что как-то уменьшается Нижняя треть лица И появляется выраженность носогубных складочек Подбородочная складочка становится более выражена Что их тоже не устраивает Поэтому из этих... И мужчин тоже, я вам скажу по секрету Не устраивает, когда пропорции лица меняются Потому что это же возраст сразу добавляет очень Ну, вот эти признаки, да Они наталкивают нам мысль, может быть, наших пациентов Что что-то не в порядке И плюс ещё некоторые замечают то, что Появляются какие-то непонятные боли в суставах А чаще даже они не могут определить, что это в суставе А говорят, что болит в зоне уха, например То, что часто какие-то боли, которые похожи на мигрень Головные боли, боли в ушках Нарушение зрения даже И то может быть признаком того, что имеется патологическое стирание зубов Происходит дисфункция нижнечелюстного сустава Ущемление вот этого нерва, который находится в зоне выхода У нашей суставной головки И поэтому это тоже могут быть такие первые маячки Которые говорят о том, что есть патологическая стираемость Вот, и мы пришли к тому моменту Что, когда мы обнаружили у себя все эти признаки Что нам делать в таком случае Давайте начнём всё-таки со взрослых людей Со взрослых Которые увидели у себя такие вещи У них идут уже последствия Уже боли там в ушах, в глазах, где только нет Человек понимает, что у него стираемость И он не согласен с этим Он хочет восстановить свои зубы И он хочет прям прийти к вам завтра И чтобы вы всё ему завтра исправили Ну вот так удивительно Завтра точно не получится В том плане, потому что сразу нужно себя настраивать Если этот диагноз будет установлен Патологическая стираемость То это в лучшем случае Срок лечения ограничится Шестью-девятью месяцами Может быть ещё и больше Поэтому это будет совместный труд Труд пациента и труд врачей Врачей, потому что программа составляется Для каждого пациента, повторюсь, индивидуально Она будет в первую очередь Должен быть проведён очень качественный осмотр пациента Во время осмотра мы проводим опрос На что конкретно жалуется пациент В первую очередь устраняем те факторы Которые не устраивают пациента Не обойтись без большого достаточно спектра Дополнительных методов обследования То есть это будет и ортопантомография Что это такое? Ну это полное обследование зубочелюстной системы С помощью аппаратов? С помощью аппаратов, да То есть это, так скажем, рентген Только всех зубиков сразу Это может быть компьютерная томография И телерентгенография Это суставы Когда мы смотрим, что я рекомендовала маме Чтобы всё-таки сделали этот снимочек Маме, которая звонила Да, маме, которая звонила И, конечно же, нужно снять будет слепочки И провести хорошую качественную диагностику Вот этих изучений патологий На диагностических моделей При необходимости проводится электромиография Посмотреть, насколько напряжены Есть и есть ли парафункция жевательных мышц И вот после этого уже составляется комплекс мероприятия В работе участвует обязательно врач-стоматолог-терапевт Потому что мы уже говорили Что сопровождается гиперстезия эмали То есть повышенная чувствительность зубов Где необходима будет реминерализующая терапия То есть это применение препаратов кальция В торе как местно, так и вовнутрь Это возможные виды аппликаций Это введение лекарственных веществ С помощью физиопроцедур Таких как электрофорез Вот, если... А физиокабинеты ещё остались? Стоматологические? Ну, не во всех учреждениях В принципе, доктор Потому что раньше были практически везде Сейчас, наверное, единственные, так скажу Из города точно В Кировской клинической стоматологической поликлинике На Королепних-то есть кабинет И очень многие... Там был самый большой, я помню, из детства Да, замечательно Он примерно в такой же и остался Немножечко его переоснастили И поэтому есть договора с частными клиниками Которые, в принципе, направляют своих пациентов А это так жаль Потому что, ну, вообще, не только касается Это стоматологии А в принципе, вот эти физиопроцедуры К сожалению, очень сокращены физиокабинеты Я тоже Я всё жду, когда волна пойдёт в обратную сторону Да, потому что, когда мы говорим О медицинской реабилитации Конечно, физиотерапевтическое лечение Оно является дополнительным лечением в диагностике Так, мы останавливаемся на том, что включается врач, который... Терапевт Терапевт И примем звонок нашего слушателя Алло, добрый день, представьтесь, пожалуйста Добрый день, меня зовут Сергей Вот хотелось бы узнать У меня стираются нижние русцы Можно ли их как-нибудь восстановить? Сергей, добрый день Спасибо за звонок Действительно, в первую очередь Всегда стирается фронтальная группа зубов Восстановить, и это как бы полумеры Восстановить-то их можно Но нужно сначала изучить, какова причина того, что именно стираются эти зубы И я думаю, что, наверное, если уже человеку за 40 лет То, наверное, тут есть причина в патологии уже височно-нижнечелюстного сустава А сколько вам лет, Сергей? Алло Вывели мужа Сергея, да, из эфира? Так Ну, всё равно нужно... Давайте разберём тогда несколько вариантов Тогда первое, нужно посмотреть внимательно височно-нижнечелюстной сустав Или вторая причина, о чём мы говорили, это проблема бруксизма Проблема парафункции, гиперфункции жевательных мышц То есть, подождите, что вы сейчас говорите, Ирина Николаевна, что недостаточно Нижние резцы, они же сейчас восстанавливаются и пломбами так наращивают, говорят там, да? Нет, действительно, он придёт к терапевту Терапевт поставит пломбы, но поскольку зубы уже стёрлись То нужно понимать, что пломбировочный материал Это тоже такой материал, который имеет тенденцию к изнашиванию Он разрушится Он тоже просто сотрётся То есть, восстановить-то можно Какое-то время человек посуществует с этими пломбами Но это не вечно И ещё, может быть, даже и восстановить пломбированием на сегодняшнем этапе нельзя Потому что уже нет места То есть, верхние зубы находятся уже в контакте с нижними зубами Почему-то ведь они же и стираются Поэтому, скорее всего, здесь идёт гиперфункция какая-то жевательных мышц Поэтому нужно исключить, создать какие-то профилактические мероприятия Эти же капы, ношение кап какой-то, опять же, в ночное время Добиться миостатического рефлекса, как мы говорим То есть, мышцы поставить немножко в другом положении Посмотреть, как ведёт себя соотношение зубов То есть, вот это окклюзионное соотношение А вот уже потом заняться реставрацией зубов А если хочется прямо сейчас Можно законопатить пломбами И тогда уже делать все остальные Ну, я в таком случае говорю, что, конечно, всё можно сделать Если денег не жалко Да, то есть, можно ведь изготовить и виниры, и иллюминиры На какой-то, так скажем, уж совершенно не... Что-то экстренное, что-то вот прямо нужно добиться какой-то эстетики Но поверьте, что это всё равно будет ненадолго А чтобы получить более стойкий результат, нужно опять заглянуть в причины данной патологии Устранив причину, мы потом получим и будет долго существовать Вот хороший терапевтический или ортопедический эффект Но после устранения причин Итак, продолжаем разговор с момента... Про команду, что работает команда Гиперстезию лечит терапевт Нужно понимать, до какого уровня стёрлась коронка зуба Ведь иногда стираемость происходит и до уровня шейки зубов То есть тут понятно, что, опять же, пациент, такие пациенты, когда улыбаются, у них фактически не видно зубов И мы говорим, что это такая беззубая улыбка И пациенты, если улыбаются, их видно при разговоре, когда мы пытаемся определить, какие факторы способствовали этому Но они улыбаются со сомкнутыми губами Поэтому и патология, которая будет сопровождать опять зубы Это могут быть различные формы пульпитов и периодонтитов Здесь необходимо уже эндодонтическое лечение А в последующем, может быть, и уже протезирование на вкладках, на коронках цельнолитых, металлокерамических То есть восстановить все разрушенные, потерянные зубы Уже в сочетании либо терапевта, либо уже терапевт и ортопед Терапевт подготавливает, ортопед занимается уже вот этим эстетическим восстановлением Поэтому первое – устранить причину Это основное правило Потом устраняем косметические все эффекты, дефекты, которые не устраивают пациента И в последующем занимаемся уже профилактикой То есть создаются для пациента опять какие-то вспомогательные, так скажем, приспособления Которые не возобновили бы ту ситуацию, к которой он обратился изначально Например, какие приспособления? Ну, это же может быть такая же миогимнастика Это могут быть такие же прощевидные, предположим, повязки Для того, чтобы у нас челюсть разные стороны двигали Может быть, необходима консультация до проведения эстетической реставрации ортопедии Консультация остеопата Вертебролога, который тоже откорректирует, предположим, позвоночник пациента Позвоночником еще заниматься при этом надо? Но иногда, когда бывают тяжелые формы у нас, так скажем, патологической стираемости зубов Поверьте, что иногда остеопаты нам дают хорошую картинку Потом на которой мы устанавливаем челюсть и занимаемся потом протезированием То есть иногда бывают очень тяжелые случаи, которые, повторюсь, может быть, даже полгода, 9 месяцев Не ограничиваются лечения Прежде нужно вылечить, потом восстановить все пропущенные, выпавшие зубы Прежде установить нужно причину А потом мы занимаемся лечением То есть надо подготовиться все-таки к длительному процессу И понимать, что завтра прямо все твои зубы не восстановятся Что-то временное, то есть временное, чтобы пациент не чувствовал себя ущемленным Конечно, временное можно сделать Сделать временные пластмассовые недорогие коронки Понятно, что объяснить пациенту, что они будут скалываться Но зато какое-то время вы можете беззаботно улыбаться и уже привыкать Они просто накладываются и, в общем, собеседник твой не видит, что у тебя они скалываются Нет, конечно Но при вживании, как любая пластмасса, она хрупкая, она может скалываться Но это все объясняется пациентам И даже, может быть, вот это временное протезирование Может не требовать изготовления каких-то дополнительных кап А его можно рассматривать как и лечебная манипуляция А вот теперь расскажите нам, пожалуйста Что-нибудь из того, что человек делает в процессе лечения, есть в ОМС? Или все это платно, да, при патологической стираемости зубов? Ну, сам процесс патологической стираемости зубов, конечно, если уже доходит до уровня ортопедического лечения, протезирования То это не входит в программу ОМС Если мы говорим о ликвидации сопровождающих патологический процесс факторов, таких как гиперстезия, проведение РЭМ-терапии Бесспорно, это входит Входит восстановление или пломбирование корневых каналов зубов по поводу пульпитов и периодонтитов То есть можно вылечиться по ФОМСе, подготовить полость рта под вкладки, эти же ортопедические конструкции А потом врач-терапевт переводит пациента на к врачу-стоматологу-ортопеду Который, собственно, и восстанавливает всю эту красоту Все верно Мы сегодня о том, чем восстанавливать всю красоту, поговорить точно не успеем Да, ни про виниры, ни люминиры, ни что другое Мы тихонечко уже поговорили, что в принципе ортопедические конструкции, они совершенно разные Они эстетические, если это говорим о жевательной группе зубов Там ведь нет необходимости нам делать такую большую эстетику То есть достаточно там цельнолитые или металлокерамические, керамические просто коронки То есть фактически мы немножко поговорили об этом Да, ну а фронтальная группа сейчас тоже реставрируется высококлассными технологичными материалами Которые позволяют сделать такие зубы, что не отличишь от зубов какой-нибудь голливудской звезды Да, это совершенно верно То есть адгезивные облицовки виниры, они сегодня делаются, делаются и в нашем городе Поэтому добиться хорошего такого эстетического эффекта в нашем регионе, это совершенно возможно Ну я, естественно, как мама, хочу обратить внимание наших слушателей еще раз на то, что и дети подвержены все-таки вот этой патологической стираемости Что нужно быть очень внимательными и не ждать того, что выпадут молочные зубы, а новые вырастут здоровые и красивые, все будет хорошо А приходить, как мы с вами говорили в первой программе на консультации к врачу не менее, не реже, чем раз в три месяца Да, ну хотя бы один раз в год взрослому обязательно профилактический осмотр приходить один раз в год А ребенку? А ребенку в зависимости от состояния полости рта А если ребенка там один-два поврежденных кариесом зубов, то достаточно также одного Если это больше, то чем чаще, тем лучше Ну я по своему опыту хочу сказать, что особенно после лета с бабушками и дедушками, где присутствует большое количество ирисок и всяких сладостей, лучше сразу прийти к врачу Согласна Спасибо большое, мы сегодня говорили о патологической стираемости зубов с главным врачом областной стоматологической поликлиники Кировой Ириной Халявиной Ирина Николаевна, приходите к нам еще Всем желаю здоровья, стоматологического здоровья Слушайте доктора и до свидания До свидания Слушайте доктора Имеется противопоказание, проконсультируйтесь у специалиста